Талант и профессионализм, как они пробиваются в кино и пробиваются ли? Опять возвращаясь к самой, наверное, болезненной теме нашего кинотелепроизводства, у нас нет рынка. Нет рынка, нет спроса. Нет спроса, человек не может своим появлением в кадре и своим профессионализмом обеспечить сбор денег картины или не обеспечить. В Америке все очень просто. У тебя есть коммерческий успех, под тебя пишут сценарии, дают следующее предложение, ты начинаешь работать. У нас этого нет, поэтому талантливый или неталантливый определяет не зритель, который, к сожалению, смотрит все, хотя он выбирает, он любит одних героев, продюсеры могут любить совсем другие герои, а выбирает в чистом виде продюсер. И с учетом того, что коммерциализации реальной нет, и продюсер-то, в общем, у нас такой полупродюсер, это человек, который, в общем, на кофейной гуще гадает, кого поставить и кто будет хорош. Поэтому молодой, подающий надежды актер, который попадает в кадр, скорее всего, это в воле случая. И слава богу, что с ним это произошло. Но мне очень обидно за огромное количество тех людей, которые остались за кадром и за сценой, будучи даже, может быть, гораздо более талантливыми, профессиональными. К сожалению, пока мы вот в таком нерыночном варианте существуем, в этой отрасли, ничего не поменяется. Продолжение следует...